Христос Воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 3 мая, в неделю Третью по Пасхе святых жен Мироносец Православная Церковь совершает память преподобного Анастасия Игумена Синайской горы. Преподобный Анастасий Игумен Синайской горы родился в конце VI века. В юности он получил прекрасное светское образование, которое завершил изучением богословия. В слове «На неделю» о Фоме преподобный Анастасий писал, «Видевшие Христа во плоти считали Его за пророка, а мы, хотя и не видели Его телесными очами, но еще от малых ногтей, еще тогда, когда были малыми детьми и отроками, познали в Нем Бога, научились исповедовать Его Владыкою Вселенной, Творцом веков, сиянием славы Отче. Святой же Евангелие Его слушаем с такой верой, как бы видим самого Христа. Когда же видим на иконе изображение только божественного подобия Его, как самого Его, презирающего на нас с неба, чтим, поклоняемся и препадаем». Уже в юности преподобный Анастасий принял монашество, а затем отправился в Иерусалим и поселился на Синайской горе. В то время игуменом Синайской горы был преподобный Иоанн Лествичник, а затем его брат Георгий. После святого Георгия игуменом стал преподобный Анастасий, отчего ему усвоили именование Синаид. Преподобный Анастасий положил много трудов в борьбе с ересью окефалов, противящиеся решением IV Вселенского Халкидонского собора 451 года, который определил догмат о соединении в едином лице Господа Иисуса Христа двух естеств – божеского и человеческого. Распространяя православную веру, преподобный Анастасий Синаид побывал в Египте, Аравии, Сирии. Для борьбы с монофизитами он оставил своим ученикам письменное руководство в форме ответов на вопросы под названием «Путеводитель» из 24 глав. Преподобный Анастасий вел беседы и с евреями, которые также записал, «Дошли до нас и его сочинения, изъяснения шестоднева, слова, поучения, жития некоторых подвижников и толкования на многие места священного Писания». Преподобный Анастасий Синаид скончался в глубокой старости в 695 году. На русском языке издано проповедь о благочестивой жизни, слово о святом собрании и о том, что не следует судить и злопамятствовать, вопросы и ответы, беседа на 6-й псалом, слово об образе Божием. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, переходящее празднование в неделю третью по Пасхе, преподобного Феодора Трихины, преподобного Александра Ошивенского, мученика-младенца Гавриила Белостокского, святителей Григория и Анастасия Синаида, патриархов антиохийских, святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского, благоверной Тамары, царицы Грузинской, переходящее празднование в неделю Мироносец, святителя Феодосия, исповедника, епископа Коломенского, совершается празднование кипрской иконе Божией Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва, благожелаю вам от воскресшего, Христа, жизнодавца, мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok